Я вам скажу, когда в Украине начнется настоящий кризис. Война не стала таким кризисом. Начнется, когда мы вступим в ЕС и НАТО, они развалятся. И вот мы поймем, что даже они не дали гарантию. Кстати, это и будет иллюстрацией моей формулы, с которой я войду в историю. Кто с Украины свалял, связался с ЗАТО, тому и пиздец. И вот тогда начнется страшная трагедия. Нет, смешнее будет, даже не. Мы войдем в ЕС, он развалится. Мы попытаемся войти в Россию, она снова, но она тоже развалится. В это время, когда мы туда войдем, и мы окажемся на развалинах. Заметьте, я сейчас скажу страшную... Когда мы предложим вступить в Китай, он скажет, связь, 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 ни в каких условиях. Тогда в Африканский Союз. Так вот, что я хотел сказать. Смотрите, на самом деле мы этот трюк делали. Вот только честно, нас, конечно, захейтят, но давайте скажем правду. А нафига мы создавали Российскую империю? А решали ту же самую задачу. Да. Ту же самую задачу, обезопасить границы себе наконец-то, чтобы нас не трогали, а мы все равно будем этим... Так же, как Хмельницкий заключал Переиславское соглашение. Тогда казацкое войско было в 10 раз боеспособнее московской армии. Они жили по принципу. Ну, будет плохо себя вести, пойдем в Москву возьмем. Сагадач, ты же брал недавно, ради бога, и установим там свои порядки. То же самое здесь. Мы построили Российскую империю, или, по крайней мере, вложили с нее, и Советский Союз как способ решить задачу вечно открытых границ. Обезопасить себя. Прокопович, которого я же люблю поругать, на самом деле очень четко все понял. Он сказал, что православие может быть обеспечено только вот этим путем, союзом. И по разрушению империи. Потому что мы сами не справляемся здесь в силу определенных причин. А поляки, поляки это католическая экспансия. Турки это исламская экспансия. Надо что-то делать. И поэтому, я думаю, что человек, который 9 лет проручился в Европе, был ректором Киевской академии, знал недостатки московского царизма в 100 раз лучше, чем мы все тут вместе взяты. Но он понял, что для верхней рамки, для проекта библейского, ему нужно закрываться. Мы их цивилизуем. Цивилизуем, да. А они как бы обеспечат нам силу. А они обеспечат границы. Не вышло, но я объясняю, почему пробовали. Понимаете? Да, понятно. Смотри, теперь дальше. Вот у нас есть такой маленький период последней новейшей истории, когда многие так в шутку, но в принципе всерьез говорили о том, что национальная идея Украины и безъебица от нас тоже не спрацувала. С открытыми границами? Ну, так было. Так не прорывали. Так не прорывали. Ну, это же, понимаешь, это же силовая вещь. Ты можешь так заявлять, когда ты можешь силой это обеспечить. Если ты просто выходишь и говоришь, ну, все, хватит, уйди, уйди. Знаете, мы идеальное государство для островного типа. Вот если бы у нас была психология, архетипика такая, мы жили на острове, как Англия. Блин, мы бы были второй Англией. Алексей, смотри. Это как это, дурья нормальная идти за фронтир. Я предлагаю, не забор обкопать. Обкопать, да, море. Огромный ров. Да, море. Как бы длиною, ну, как бы глубиной 100 метров и длиной 100 метров. Такой глубокий ров. Преодолевается. Нет. Преодолевается. Трубами бурятов. Нет, 100 метров. Это очень неприятно. Давайте я скажу ужасающую вещь, наконец-то. Это же единственный выход для нас. Вот наши все осудят и скажут, что мы вот такие плохие, особенно арестовичные. Но правда-то заключается в том, и я, честно говоря, провожу эту историю. Поэтому и Быков здесь, и все остальное. История звучит так. Нам некуда идти, кроме имперского пути. Ну, смотри, имперский пуль ведь какой-то. Это значит широкий проект. Да, правильно. Широкий проект, это значит, в него нужно включить такие парадигмы, наверное, как республика, зеленый клин. Не, 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 постой, постой. Как бы, во-первых, после того, как мы, собственно, обустроим Украину, можно замахиваться. Но я бы видел все-таки союз с европейской частью России. Не думаю, что... Что значит союз? Ну, Беларусь забрать и все по Уралу. Да, Беларусь и Россию по Уралу. Но только мы старшие администрируем. Да, мы старшие администрируем. Старая Русь, от Белого моря до черного. Ибирь не удержим. Балтийского, Азовского. Да, одно мнение. Мне нравится рамка, на которую мы вышли. На самом деле, я считаю, что... А какие варианты, Коля? Все же на столе. Вот такие. По правде говоря, я не понимаю, почему вы говорите, во-первых, что национализм не может быть внутри этой истории. Во-вторых, почему... Национализм не может быть внутри этой истории. Если вы хотите управлять европейской частью России, национализм не может быть внутри. Национальное государство не вытянет. Не вытянет это. Будет повторяться эта история. Не знаю. Смотрите, если все найдут в себе силы признать свое украинство, то да. А закрытые границы найдут в себе силы? Смотрите, давайте пойдем максимально... По методу Ататюрка пойдем максимально национальным путем. Значит, мы сейчас все украинцы, все переходим за секунду на украинский язык, я без всякой иронии говорю. Переводим его для надежности на латыницу, чтобы семантический разрыв произошел. И как бы, да, у нас становится, как украинский будет выглядеть на латынице. Это как польский или как чешский. Нормальный европейский язык, ну и все. У нас воспитывается поколение детей, которые не знают, как писать на кириллице, не могут читать российские. Эти самые, хотя рэперов, наверное, будут слушать. Ну, происходит символический разрыв и так далее, и так далее. Что дальше? Россия что будет делать, если мы ее не добьем? А, ну еще узкоколейку, еще... Узкоколейка, все это все. Переименуем Юго-Западную железную дорогу на центральную. Что будет делать, перепишем историю, что будет делать Россия, глядя на все это? Россия в какой диспозиции окажется? Оставшись, недобитая Россия. Почему она должна быть недобитая? А как мы ее добьем? Надо же добивать. За счет чего? Мы тут только что про Корею говорили, как бы полтерритории не потерять. Мы с Юрием были в зале, где вот в авиане, ну, это же по-другому у нас было, до 100-него москаля. Как вы себе это представляете? Технически. Мы раньше закинчем, если они не жваны. Нет, просто смотри, если мы принимаем вот этот южно-корейский вариант, татюрковский, турецкий вариант, мне татюрковский больше нравится, на самом деле. Нам нужно 50 тысяч американского войска здесь тогда, как гарантию, либо НАТО вступление. Но татюрка не было. У татюрка была военная каста Свояна, которую мы ждали, у нас нет, у нас исходника нет. Потому что он не родится. Не рождается? Ты считаешь, что не рождается? Нет, я поверьте военному. Ты понимаешь, что такое военный и военная аристократия? Это очень разные вещи. Это очень разные вещи. Я вообще сомневаюсь, что в современных услугах может родиться военная аристократия. Слишком много соблазнов. Это же аскетическое служение, как у монахов. Современный мир раздергает не даст. То есть на определенную мораль, на определенную мотивацию. Слишком, ну, оно современный мир растягивает. Наоборот, у нас есть другой уникальный опыт. У нас, когда менеджер становится оператором БПЛА за секунду, вот это классная штука, на нее надо ставить. Аристократия вряд ли. А могли бы, да, если бы озаботились этим в момент 90-е годы и всерьез бы подумали о возрождении казачества, не ряженых казаков, а казачество Сич и так далее. У нас МВД шло по принципу корпорации. В принципе, являлась единственной гарантированной корпорацией системы МВД. Ну, она понятна, у нее было естественное питание. Эта машина перемалывала экономику для того, чтобы распределить иначе. Так вот, проблема национализма в том, что он не выживает с открытыми границами. Национализм хорош в изолированной, или надежно защищенной системе. Потому что тогда, или экспансия, то есть мы национализм переплавляем империю, либо нас будет постоянно атаковать. И когда будет национализм, поводов будет гораздо больше. Это не к тому, что не надо становиться, потому что Ах, Россия нападет. Она напала, когда мы не были националистами, вот сейчас, прямо 8 лет назад. Наоборот, были предельно открытыми, толерантными, и всех любили тут. Включая их. Я же это все понял давным-давно. Почему я вот говорю, что мы не можем себе позволить. Потому что я честно, вот честно, подскажите, я первый от него откажусь. От логики. Даже я не его сторонник. Я не, ну как вам сказать, это точно не про империю 19 века. Это не про британскую империю, или, дай бог, про российскую империю. Это, когда я говорю имперскость, это условность. Это имеется в виду мультиверсность, да, вот такая. Тут не имперскость нужна, а универсность нужна. До Кипра? Да, технически забрать все от Балтийского до Азовского, от Черного до Белого. Белорусы в европейской части России, с поляками, возможно, с прибалтами. И вот что и обеспечивает вот эту самую мультиверсность в Восточной Европе, которая еще весь мир переделает. Я не вижу другого пути при открытых границах. Не вижу. Потому что стратегия это география. И мы могли с вами убедиться, конечно, летают БПЛА, конечно, летают калибры. Но, блин, все же идет по тем же... Посмотрите, театр военных действий, ровно там же, где гражданская была. Ровно там же, где была Первая и Вторая мировая. Ровно там же, где была битва на Калке, на самом деле. Потому что речка Калка, она как 800 лет назад препятствие. И, естественно, рубеж, по которым идет боестолкновение. Она и через 100 лет будет там, поверьте. Чтобы про роботов не рассказывали, все равно. Пока яйца пехотинца не зависимы над квадратным метром территории, она не считается завоеванной. И там никто не может определять эту самую длинную волю. Понимаете, да? Поэтому мультиверсность, которая уйдет, в том числе, и в космос, мультиверсность, которая уйдет в Вселенную, в виртуальные миры, но тем не менее, она все равно должна быть материальной основой государства, социальной системы, и являются Земли. Как ни крути, они не являются в 21 веке. Ну или радикальный уход от всех этих представлений. Да, или вообще, ну куда, куда и как. Это если вся Земля избавится от государства. И пока мы не избавились, поэтому здесь проблемы.